Доброе утро всем! Я сегодня с соседом, вон он в красной майке, на которой написано «Рожден в СССР». Ну и постараюсь поснимать, как это было два года назад, когда мы были в Никитский ботанический сад, заходили. Но эта экскурсия немного другая. В общем, постараюсь снять небольшой такой фильмец. Ну, любительский фильм обыкновенный. Где, что, чего, в Гурзуфе ни разу не был. Мы там будем два часа. Ну что, бежим на проход. Вот такое утро сегодня в Судаке. Вчера был дождик. Думали, что сегодня тоже погоду подкачать. Но нет, утро прекрасное. Смотрите, сегодня какое море чудесное. Парохода пока не видно. Вода теплая еще. Вообще класс. Краби и остров. Пляж Мохиты. Вот здесь я бываю частенько. Хотя, каждый день стараюсь по-разному. Я разнообразие. Такая сегодня прекрасная погода. Лишь бы только не испортилась. Кое-где по прогнозам все-таки будут дожди. Вот. Ну, надеемся, что у нас это... Ой, какая волна сегодня. Кстати, за последние 10 дней первый раз такая волна, по-моему. Ровная и высокая. Ну, всем привет. Идем. Идем наверх. Народу много. Человек 50, наверное. Парохода пока не видно. Пароход Таврида. Сказали, что будут подавать спирт. Вот отсюда. В общем, постараюсь поснимать, как всегда. Что, чего, где бываем. Я бы хотел побывать в домике Чехова. Ну, и пройтись там. Там свободное время. Можно в парк. Кто как. В общем. Вот он, подходит наш белоснежный морской лайнер. Красавец. Под названием Таврида. Знаете, почти что вовремя. Да. Пароход явно советского покроя. Хе-хе-хе. Ну, это, наоборот, улучшает надежду. Так, ну что. Идем. Идем на старт. На загрузку. Эммиграция. Прощай, Родина. 18-й год, Севастополь. Ну, шутки, конечно. Чтобы не слишком постно было. Ой, волна какая красивая. Какая волна сегодня. Первый раз, кстати. А что же он так поддает? Сейчас все люди мокрые будут. С трапа. С этого, с причала давай. Да, народу-то прилично. Не 40 человек. Ну, мы вообще последний. Я вообще последний. Ну, как сказано, последний стану первым. Я помню тот воинский порт. И крик парохода угрюмы. Как шлемы по трапу на борт. Холодные, мрачные трюмы. Итак, мы на борту. На самой корме. Смотри, какая красотища. Блин, море сегодня. Вообще, такого цвета. Вообще, классное сегодня море. Вот такой сударь. С моря. Находясь на базе нашего теплохода, не сложные правила, пожалуйста, что я, возможно, обеспечить техники, если запахнуть. Радите, не оставляйте, пожалуйста, везти и везти и везти в воздух. Не разрешайте, не везти. Генуэзгий крепс. Ух ты, какие крены. Кстати, наверх. А наверху тоже места вот здесь свободные. Дверка закрыта. Написано, вход платный. Объявили по 300 рублей с носа, короче, желающие. Нормуль, да? Сразу бы сказали, или как там, или вообще. Ну ладно. С Богом. С Богом. Пара есть даже. Ну, сейчас все разузнаю. Вот отсюда уже видно базу «Дельфин». Заброшку. Я там снимал пару лет назад. Проходить будем поближе, я покажу. Да, качать будет. Потому что у нас волны в бок. Вот, мы перебрались наверх, заплатив по 300 рублей с носа. Ведь мотает вообще. Полчак, Кая. Вот у нас столько народу. А вот мой попутчик Александр. Так, ну вот заброска. База подводников «Дельфин». Как я говорил, есть видео. Ну, не мое, не только мое. Снимали и другие. Вот, охраняется. Да. 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 Мы сейчас с вами проходим. Оздание советского периода. На все есть. У нас стоит. Да, да. Оздание, вы понимаете, не украшение. Но, тем не менее, напоминает нам о тех временах в прошлом столетии, в прошлом третьем чьемпе. А именно, в 1984 году это здание было здесь полностью готово. Это здание, то есть здание в поле для олимпиады в 1870 году. На 370 году проект был уже создан. И здание должно было нам запуститься, сделать, чтобы не готовить аквалангистов и нажать эту базу с кирпином. Нажать эту базу с кирпином, но стоимость прекратилась, поэтому сейчас уже здание должно быть как экспонат, как она напоминает архивую респондель. Так, ну, до свидания, судак. Здание было полностью автономным. Здесь стоять, не объявить. Времени 10 минут 9-го. Сейчас будет. Будем проходить. Вот уже виден Новый Свет, мыс Капчик. Ну, собственно, это есть все в интернете. Почитать, кому интересно, найдете. Сейчас он стоит таким напоминанием, еще раз на полки километра практически. Город Сокол. Проходим Новый Свет. По низу проходит тупиковая дорога, тупиковая, которая вводит нас по Рочищу. По Родизию. Родизию. Рай. По Родизию. Россия, федиатр, в городе, чем закрывают бухту. Ухту зеленую... Раздали пледы, ветерок свежий. Город Сокол. Город Сокол. Орел. Он знал Альвана Сергеевича Горисона, основателя предприятия Новоскресской. А когда-то 200 гектаров земли и менее в Новоскресе, которое называлось Воронеже, переводят слово Рай. Называлось, и она приезжала к Эдуарду Куренскому, князину, красивая, но из-за того, что туда практически сентябрь не прорубил, сюда проложил специально Альвана Сергеевича Горисона. Вот наверху у нас здесь 16 человек. Мыс Капчик. Красавец. И вот за ним как раз Сарский пляж. Многие, наверное, это знают. Хочу отметить прекрасную экскурсию. То есть экскурсовод рассказывает довольно подробно, профессионально. Но информация проскакивает так быстро, что не успевает слоить. Просто очень много информации. Два монаха, космос, по-моему, это вот они. Проходим морское, но вот сейчас дымка такая плохо видно. Идем 40 минут уже. Про Керчьи расскажут. Самый старший город России. на год младше Рима. Интересная экскурсия. одного километра. И вот на всем этом расстоянии раскинулся там и третий город. В Европе как-то через 10 городов на бостоветском пространстве Керчь. И во правном направлении 4 километра. И там небольшой перешей. Покус будет. Идем почти час без 5-9. Ну да, в общем, интересно и познавательно. Экскурсия, экскурсовод, вернее, доходчиво подает информацию интересную, да. Ничего лишнего. Ну вот, видите, погода какая. Море стармит и вот лишь бы дождя не было. А так, в принципе, нормально. Идти еще 2 часа. Идем час 20. Погода поменялась совершенно. Уходили, да, какая погодка была. А здесь, похоже, мы идем в дождь. И вот уже чувствуется, вот, моросит. О, все, попали мы в дождь. Все, вот он, дождь. Все вовнутрь начали забираться, так что и нам пора. Да, с погодкой нам не повезло, но зато по-любому день пройдет не зря. Немного экстремальненько даже. Помнится, два года назад тоже было, ну, по крайней мере, погода была хорошей. поливает. Прогноз прям точно, вот я вчера смотрел, точно. Ну что, надо идти вовнутрь. О, картина. все заматаные в пледах, дождь поливает, блин, ветер холодный. Ну, вот сейчас вроде бы дождя нет, но вот прошли мы. Может, там получше будет. Короче, берут билеты на парк, 400 рублей. я насчет домика Чехова спросил, говорит, да, там направо-вверх поднимитесь. 350 рублей. Ну, в принципе, там можно посмотреть и в одиночном порядке пройти там. Мне хотелось бы там самому просто походить, посмотреть, пройтись самому по Гурзу. А парк, ну, оставим, но потом. Главное, вот, то, что-то я хочу. Хотелось бы вообще бы в Никиту, в Никитский ботанический сад. Ну, вот, в этом году, видите, экскурсий нет. Это наш экскурсовод, который был на видео. Народ, короче, вниз, вниз услол весь туда, закрытый салон. Какого хрена мы, блин, по 300 рубрика отдавали. Ну, здесь, когда погода, ну, что ж, по новостям. Дождь у нас поливает, мы уже вошли в Олужчинский район. в Олужчинский район. горы, так вот, ахилы, и ветер, так, горы. Ахилы, вот туда, друзья, мы сейчас устреляем наш кораблик, чисто, с комитетическим названием, на нашем острове, народ. Народ, о, видишь. Дождь, желанный, хотя в этом году действительно нас небесная концеря порадовала. Такими дождями, или не на мель, на 100, на 100, на 100, на 1, 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 экстремальненькая. Тима Малореченского, проходим здесь, справа. Охрам Николая Угодник. Оборудован маяком, как раз у нас в США, поэтому он и называется храм-маяк, который еще и является музейным комплексом. На топорном этаже этого красивого здания находится музейный комплекс, довольно посвящен как раз тратистским самоплесиям, которые происходили в Аналии, в Атоке, в Тихийной Семене. Остановочка у нас уже будет с вами скоро. Проходим Алушту. Дома характерно видны. Это населённый пункт Алушта. Друзья, чем вас и поздравляю. Алустон, переводится это еще слово как «лицейм». Да, идем. 2.15. Мы с вами так постепенно подошли кеополитические и экономические ситуации, которые у нас в Лоскопе не складывались. Она была действительно неоднозначна. Мы так как-то привыкли считать нашим. Но сейчас вот все везы, которые мы видели составе Российской Федерации, совсем все были... Да, и запилены дождя, конечно, ничего не видно. Ну и больше, если еще раз, друзья напомню, что Крым обладал все-таки непросто. Да, вот как раз напротив Алушта. Да, плохо видно. Дымка, дождь. И сразу сейчас вроде бы прекратился. И вот впереди видно уже появилось Аюдак, гора Медведь. Сейчас будем проходить поближе. Ой, ветер. Ой, дельфины. Красавцы. Прямо целых стая. Вон они. Белобочки. Прямо вот рядом проскочили. Что же. Три часа пути ровно. И мы практически подошли. Вот легендарная красавица Аюдак. В дымке сверху. Портенит. Дождь закончился, но вот видите, погода пасмурная. В горах облака. Все облачно. Так что сейчас справа будет у нас Артек. Послушаем экскурсовода. Вот она какая Аюдак. Поближе. Проходили мы ее два года назад. Да, и вот наверху виден православный крест. Вот на этом уступе. Кто в море не ходил, Богу не молился. Тут видно, да, на побережье тоже волна. Так, так. Так, так. Послушаем немножко. Гагарина, который рассказывал о своем первом полете, который совершил космос и подарил эскапандр, в котором он совершал этот полет в первый космос. Продолжение следует. 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 А, вот сейчас нужно здесь вверхом пройти. Короче, сейчас с зонтами. Я, блин, в куртке, в ветровке. Так, мне, наверное, сейчас здесь наверх надо будет подниматься. Прошула, наверное, лестница. Так, ну вот. Вот, поднялся здесь направо. Вот такие улочки Гурзуфа. Блин, дождик. Нам направо. Пойдем посмотрим, как там. Или экскурсию набирают, или как. В принципе, у меня времени полно. Похожу по городу. Посмотрю сам, что там толпой ходить. Наш пароходчик ушел на рейд. Будет стоять до часу дня. А может, еще куда пойдет. Ну, а мы двигаемся вперед. На дачу Чехова. А потом полча. И, конечно же, как не забыть тему моих любимых кошек, которых здесь просто полно. И даже вот такие вот есть скульптуры. Ну, а это уже ЮБК. Южный берег Крыма. Растительность совсем другая. Судаке. Поскромнее, я бы сказал, конечно. Так, ну, начались коты. Привет за Гурзустом. О, этот какой важный. Ну, прям кот-бегемот. Я тоже. Что-то мы не сюда пришли. Надо было низом. Частная дама. Ну, здесь дается. Вообще, скромненько. Ну, мило. Мило. Да, оригинальная здесь вывеска. Дача Чехова направо. Москва туда. Ай, Петри налево. Тонкий гурзурский юмор. Ну, коты хороши. Такие важные, серьезные. Немного гурзуфи. Понял. Здорово. Понял. Молодец. Молодец. Привет и привет, и не пугайся. Красава. Ой. А здесь-то какой сидит красавец. Кисик, кисик. Так, ну, вот вход в дачу Чехова. Музей. Пляжа нет. Рамки. Ну, наверное, сейчас и намордники. Улица Чехова, 22. Значит, он полц Чехова. Хорошо, что мы здесь поймем дальше, чем у Гурзуфи. Вторыми. Наверное. Ну, что, заходим. Так, восьмая экскурсия. А сейчас там, что, экскурсия, мы в 12. 11.30 началась уже. Теперь в 2 в час. Рад приветствовать тебя, гостя, к Чехову. Мы с вами на здоровье, наверное. Ага. Так, время работы. 10.00. Да, попал я на экскурсию. Здесь 10.12, но она уже началась. Конечно, можно проходить и... Ну, в одиночном порядке, но в данном случае на экскурсию попал. Не знаю, попаду я в дом или нет. Ну, зато мы посмотрим вот эти виды. Пляж, который очень любил Антон Павлович Чехова. Да, вот этот пляж у дачи Чехова. Раньше можно было проходить. Вот там дверь сейчас закрыта. Но я читал, что как бы за отдельную плату можно было и... То есть, или все включалось, походной билет. В данном случае все равно закрыто. Да и по-любому погода не позволяет. Место и правда очень хорошее. Вот шикарный мир. Инжир весь оборвали. Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Вот такая шкульптурка здесь. Знаете, я, наверное, ждать не буду, билет мне обошелся 150, а так билет 300. Думаю, это долго затянется, а мне времени и так очень много, так что иду-ка я на выход. Я побывал, посмотрел, мне этого достаточно, а историю я знаю. Ой, какая растительная здесь. Пальма какая, ё-моё, блин. Как мудро сказано, гениально. Да, вот эта вот дорожка как раз упирается и в дом-музей. Что-то народу полно. Эскурсовод долго, видимо, затягивает. Перерыв вот сейчас по экскурсиям чуть ли не два часа. Там, правда, часовые, ну, в общем, я не понял. И намордники, намордники. Не стало я там... Честно, ожидал другого, как-то более романтичный что ли как-то. Ну, ладно, идём по посёлку. Посмотрим, пройдёмся по пляжам. Зайдём день перекусим. Так пройдёт и время. Зашёл, купил кофейку. Пятьдесят рублей. Американу, прямо при мне сваренный. Я вам рубли три сейчас залупит. Да не, вроде ничего. Нормальный кофе пахнет хорошо. Здорово, пацаны! Ах! Это мои красавцы! Привет, ребята! Как я вас люблю! Скажи, ты бы чего-нибудь лучше пожрать принёс. Это мои гурзузские коты. Здорово, здорово! Здорово! Вы кофе не пьёте! Ну, это хорошая, кажется. Да, это уже южный берег Крыма. Вроде погода налаживается. Думаю, что пойду поищу парк. Говорят, где-то впереди там. Пойду сам. Снова коты. Ой, сколько их здесь! Киевские, киевские! Красавцы! Да, у вас прям здесь царство целое, кошачье, гурзуф. Виды здесь, конечно, потрясающие. Да, покруче, чем судак. Блин, сверху капает. Конечно, зелени столько, благухание. Да. Ну, городишко такое уютненькое, немного такой подшарпанное. Ну, время, время. Ну, это ему и дает его изюминку. Изюминку таких городов, поселков. Это очень красиво. Очень красиво. Ну, с парком, конечно, ерунда. Вышло. Вы, говорит, сейчас начнете все ломать, обдирать ветки. Ой, ну ладно, все, закрыли эту тему. Так, куда же мне прогуляться? Пойдем дальше по набережной. Хорошо бы сейчас вверх туда уйти, по городу под родителей. А кто нам мешает? Времени у нас полно. Можно окунуться еще. Это парк санатория Пушкина. Вот я сейчас проходил вход. Да, раньше все это бесплатно давали отправкома. Да и строил все это советский народ. Воевал за это, кровь проливал. Теперь не пускают даже за деньги. Хе-хе-хе. Да. Просто странно, как-то, и обидно. Ну, в принципе, я не думал, что получится с музеем. Думал, как-то там будет по-другому, поэтому решил автономку сделать. Ну, вышло, видите как. Перегибы на местах, называется. Бывает, все не предусмотришь. Вот такое море сегодня. Море Гуржуха. 19 сентября. И вот тут то ли чайка, то ли баклан. Болеет, наверное, или раненая. Не знаю. Вот никого нету. И опять туча развернулась и идет сюда, опять моросит. Блин, надо опять доставать этот дождевик. Блин, красота, красота. Блин, времени в обрез. Встретил Сашку. То есть они на экскурсии там были полчаса эти. И током-то, что там, говорит. Вот, зашли сейчас магнитики, купили с ним. Все, и вот нам уже через 20 минут надо быть на пристани. Потому что вот так быстро здесь вот в этих сувенирах. Потому что здесь, чтобы все посмотреть, нужно, конечно, не два, не полтора часа, а побольше пройтись вверхом туда все. Там самое интересное. Ну, вон дружище стоит. Где мы готов к пейзажу, блин, представленным в сувенирах? Это как... Как это называется? Новое приключение Шурика. Такие же коты на рынке-то. В Мургуновом были. Ха-ха-ха. Сейчас прикол покажу. Нет, это не прикол. Вот прикол. Написано. Это не уголь, это флейта. Какие-то. Да. В скобочках кожаные. Ха-ха-ха. Пришел, да? Ага. Да-да-да. Идем на посадку. Блин, видите, время прошло. Я ничего не успел вообще. То есть все время в пути. Весь день в пути. Весь день в пути. Весь день в пути. Что у нас? 7 часов. Только одна дорога. Что? Не, а что там? Бухать так бухать. Так. Чебуреки, говорят, очень вкусные. Взяли. Пока пароход на подходе. Вон у нас рейд идет сюда. Сейчас идем на Ялту. Мимо Ласточкина гнезда, наверное, там развернемся и на Ялту. И оттуда уже на Судак. Собственно, все заключается в морской прогулке. Ух. Михаил Цветлов. У-у-у. Русишу туристу. Облику морали. Так. Ну все. Пришел у нас лайнер. Двигаем дальше. Дальше у нас Сочи. О, Сочи. Ха-ха-ха. Ялта, ел мое. Кстати, катер приписан к Севастополю. На Ялту 13 часов. Да? Не опасно. Так. Ну что, народ загружается на борт. Ну, спасибо тебе, Гурзу. Побыли немного, но все равно побыли. Надеюсь, до свидания. Ну вот, через пару минут отходим. Солнышко вышло. Ну, правда, вот здесь вот тучка эта крутится. Сейчас, наверное, опять что-то будет. Вот спускается туман сюда, опять к морю. Посмотрим. Ну, до свидания, Гурзу. Скромный, уютный уголок. Ну, вот такие здесь новостройки. Не знаю, или недостройки. А еще у меня неприятность. Улетел забор смартфон. Все. Сипец. Смартфон-то хер с ним. У меня там столько информации осталось. Неперекаченной. Вот это жаль. И карты, и все остальное. Да? Жаль, конечно. Ну, теперь что? Подними руку. Ну, и хер с ним. Что теперь измениваешься? Сейчас просто вот эти два дня в интернете. Ну, в принципе, можно завтра сходить что-нибудь взять там. Посмотрим. Как начать? Кэмметг. В маст-маркетах стоимость 1.75 начинается. Продолжение следует... 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 поднимались мы туда пару лет назад тоже сняты здесь были фильмы в том числе и 9 ммк мы уходим воротом на Ялбанке на Ялбанке красивые конечно места вы знаете ли вы эти грозы, друзья? грозы здесь на волне здесь уже сложно человек на себе не пить на себя попадает на себя и не родили волну из котирова женщин попадает на себя здесь в этих грозах не мало здесь не кричат здесь капитан Гранца снимались здесь только Сокрович снимался коржево-морково Ого это самая дальняя точка нашего сегодняшнего путешествия сейчас идем на Ялту 2 часа ну или полтора у нас там свободного времени и уходим вот сюда жалко сегодня и потеря смартфон то хрен с ним у меня там столько фотографий карты вот это конечно амбитно вот это конечно амбитно мотнуло блин тут и 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 ну и дальше туда на запад мы сейчас поворачиваем я меняю батарейку уходить бы здесь спокойно пешочком посмотреть не торопясь Левому борту открывается живописный вид на полу Пантония горы Мага-Вим, Айтандор, на котором расстроится наша замечательная сила Черных и Сон. И маяк, который был устроен здесь, войница Илья Михаила-Лазарева, в 1833 году. Там же находится небольшой бухейный комплекс, вот этого маяка. Здание очень удивительно, тоже очень часто обвинялись здесь хозяева. И когда-то эта богиня уже Гензарии, здесь когда-то встречали расцветы в большем авроре, когда-то здесь прикладывали декабры древненалодских веков, в том числе. И уже после русско-туристской войны, земли, которые отдавали декабры, а в дороге практически вечная боль, но они так возят. Когда-то этой землей, она как раз и там обладала, основной генералом русско-туристской войны. Встречу призванному врачу Тобину. Давайте еще разочек глянем. Ну и уходим на Ялту. Она не связочка. Ну что ж, вот она Ялта, моря. Чуть-чуть прибавлю. Ну многие, наверное, кто был, знают. Экранизация, а потом состоялась художественного фильма. У нас около двух часов времени. Буквально до сих пор. У меня на Ситонова. Сейчас выходит под рук это произведение. Вот в этом зоносорном комплексе, в этом отеле, в этом 50-лёдочном отеле Арианта. Где он заканчивается, стоит боёв двухмачтовая, которая когда-то предпочтежала играться в пятинасток, и на весь поток, и на весь поток, и на весь фильм, и на весь фильм, и на весь фильм, и на весь фильм, пираты, в пуском сокровии, дети капитана Гранта, и многие другие. Здесь тоже снимались. Вот это, пожалуй, отсюда начинается историческая набережная. И вот Барема, друзья, двух... Море здесь какое, бирюзовое. ...сунна, которая с двух сторон находится, располагается на вёсла. Вот на таком сунне, в далёй день и времени времена, прибыли сюда, прибыли на рекве. Это маленький рыбарский посёлок. На рекве идёт идеалом берега. Здесь располагается кафе Атики. Здесь находится дерево, в котором у Терести Верчинара, либо плода называется дерево-шатёр. Вот отсюда тоже начинается историческая набережная. Там же находится памятник Пуговики. Ну, розовая фигура, очень известная. Здесь снимался сюжет фильма. Иван Васильевич изменяет профессию. Ну, и дальше находится памятник Николаю Петровичу Путкову, который был назначен сюда главным... Здесь же по набережной, в начале фильма, «Воры в законе». Помните, там Охина, будучи... ...высагивала здесь по набережной. Так же продолжается. Да много-много. Справа по борту. И мы сейчас с вами, друзья, делаем отставку. Много фильм снять. В том числе и Атса. Теплоход Таврида от набережной города Ялты отойдёт в 17.00. Друзья, не опаздывайте войти по посадочным салонам. Без очереди проходите на посадку в 17.00. Но теплоход отойдёт от набережной города Ялты. Волшебные слова на турнике. Судак Таврида вас без очереди пропустят. Ну, пожалуйста, возьмите с собой в посадочные салоны. Те, кто у нас остаются на открытых палубах, вещи, пожалуйста, привяжите свои. Кто находится на открытых палубах, мы сейчас будем достаточно комфортно выходить не через нос нашего теплохода, а по правому борту. Ну, отлично. Народ на пляже есть. Так тоже купаются. Ну, сегодня, да, не погодится. ...в Сарской России. ...557 метров глубина. Маяк 16-метровый, который действительно координирует и обеспечивает безопасность вхождения. Ну, здравствуй, Ялта. Здравствуй, дорогая. Всем привет из Ялты. Солнышко нас встречает. Сразу тепло стало, блин. А то есть в кофтах. Ну, что, на пляже народ есть. Все, чтобы много, но есть, купаются. Но у нас уже времени на это не будет. Вот она, Ялта. Ялтинский торговый порт каши местных линий. Ялта. Был я здесь два года назад. Был я здесь два года назад. Ну, что ж, вот такая набережная Ялты. Сегодня 19 сентября. Пляжик здесь рядом с портом Ну вот народу Ну есть, есть, конечно, купаются Так, ну мы пойдем в столовочку поищем Да, уютная она, конечно, не как все Ялты Такая напыщенная Ну набережная, да, и сам город-то, он своеобразный, конечно Вон пальмы какие, в Судаке таких нету Какой голос живьем поет Народа много, много народу, конечно Бархатный сезон Хотя деньок сегодня дождливый Где-то здесь там подальше памятник Пуговкину великому актеру Который любил прогуливаться здесь Он же жил здесь Вот очень любил море Любил прогуливаться здесь по набережной Да, наш пошел на грейд Вот он Архитектор Краснов Он здесь сделал очень многое для Ялты Насколько известно по экскурсоводу Ну и вообще по истории Так, мы, Саня, наверное, с тобой сейчас уходим Правее Я хотел памятник Пуговкину, где-то здесь Там с трости сидит И там как раз у нас направо Столовки начинаются Можно потом здесь будет как раз пройти Да, да, да Вон там Это не дуб Или как здесь Что это В общем-то этому дерьму Хрен знает сколько лет Ну, наверное, была Я уж не понял Да, она говорила только сейчас А сколько ему лет Платан Платан или каштан Ну, такие лет собрались Батюшки мои А, я этот Такая тема была В Судаке одно время Обедаем Весь день, по сути, так перекусили Только полдесятого Зато сейчас Хоть и ялки Короче, вот такой обед 500 рублей Да Шикуем Ну, раз в год Можно шикануть Вот У нас смартфон сейчас Куда больше улетит Да, придется Сейчас приеду Буду Решать этот вопрос Гуляем по улице Пушкинской 13 Без 15.04 вечера Времени, в принципе, у нас в обрез Час А нам нужно еще купить Бутылочку Хорошего вина Ну, и вообще Мне-то не надо Да, все-таки Красивый город Энергетика совсем другая В Судаке Везде все Везде все Другому Курзов Вниз Сказал, да? Да Охренеть, можно пальмы Блин, какие Блин Ну, конечно, не как в Абхазии Ну, тоже Дичь, блин Вот Их же в Судаке нету Вот это Что за дерево Тут тоже такой же, да? Нет Бутылочный какой-то, что ли? По полице Это клево похоже Нет Хотя похоже, да Хер, узнает Ну, такие собрались Ботаники Ботаники Ну, что у нас? Раз выгорит А вот это, походу Впоследствии потопа Что здесь было В июне месяце И даже не один раз, по-моему Вот, смотрите Коммуникации погнуло Здесь вот до сих пор еще Вот эта, вот эта речка Вся вышла из берегов Да и так по улице вам представляют Что здесь делось Здесь уклон с гор Ялта-то она в лове-то Внизу Вот, а вокруг горы Даже неудивительно Торгует здесь ларька Сочинец Здесь прочел нам целую лекцию Про эту речку И по причинам Всех этих бедствий Значит, во-первых Речка не прочищалась А построено вот это все При царе батюшке еще Русло Должно быть на метр Ниже Чем сейчас Вот, чтобы это делом заниматься Специальные транспортные врата Там есть, где заезжать Ни хрена, говорит, ничего не делается А вот еще Вот как смыло плитку И сюда, по-моему, это снимал Михаленька Ну вот, висит все это Так Ну что Время 4, Сань Пойдем по набережной Поболтаемся И как раз Пора На корабель Да, обедали Вот, кафе-бар Кебаб Не знаю, нам очень понравилось Вкусно Порции хорошие Так что Советуем Всякая мелочевка Да, народичка на пляже есть Но не так, чтобы очень Зато погода наладилась Да, ну вот она Знаменитая Испаньола Про нее же машина времени Пела Да, да Помните старые песни Одни из первых На корабле Так оживленно-людно О, и флинт здесь Даже это не флинт На ром флинту А, ну да, флинт Или попугай, флинт Скорее зовут Приморский пляж Арианда Отель Ял-70 Пляж Арианда Арианда Всем привет, привет Скоро пора сваливать Ну так, ничего Пляжик Что еще надо Ну, пляжи здесь не песочные Галька В принципе, эта галька Вот, наверное В Абхазии И до, не знаю Там, до Геленджика И Новороссийска Дальше До Анапы Хотя там уже Вот гостиница Арианда Это пляж Эта гостиница Памятник Михаилу Пауговкину Заменителю Шунон Советскому актеру Целая толпа Стоит, блин В очереди Чтоб попотаться О Кто Кто Последней очереди Да Это, конечно Прекрасно И замечательно Такие звезды Голливуда А здесь вот Лев Дуров Действительно Севелог Богданов Борис Токарев И многие-многие Другие Александр Михайлов Лидия Залбин Кто? Владимир Должанов Сергей Захар Тут что за камень Воинам, гражданам Погибшим При защите Ялты В период 41-45 Года Здесь были похоронены В январе 17-го года Впоследствии Перенесены На Братское захоронение Сотбища Казармейцы Матросы Черноморского флота Павшие в боях За советскую власть Царцем небесное Еще потихонечку Двигаем На место стоянки Вот народу прибавилось Солнышко вышло Сразу все греются Море классное сегодня Хоть бы завтра погодка была У меня завтра последний полный день В Судаке И 21-го уже день Улета Ну а пока мы здесь В Ялте Во время 35 минут 5-го вечера И набережная Города Ялты Бабуля Бабуля народ разгоняет Обходите голубей Дайте им покушать Оборзели совсем Ну да Есть такое дело Народ словно Стал другим Ялта Ялта Время без пяти Через пять минут Отходим Солнышко сюда Ну что Надеюсь До свидания До свидания Ялта Ялта Народу сколько На пляж Побыст Солнышко вышло Вот и Хотя через Два часа Уже будет темно Да И вот такая Комета Ходит на Севастополь Как-то планировал Я на такой Махнуть То есть До Ялты Побыть здесь И с Ялты Уже на Севастополь Не знаю Сколько рейсов Вот По-моему Там часа три Что-ли она идет Ну вот Сейчас отходим Ну мы пошли Ушла и комета Ушла красиво Кстати По газам Как дала Только ее и видели Ну и мы Теперь прибудем Восемь В девять Пол девятого В девять Сюда Приходим Читашки Пол девятого По идее То есть Еще по темноте Придется идти Половину Ну вот Хорошо Хотя бы Без дождя В горах Видите Там Пасмурно Оттуда Что-то тоже Спускается Идем Полтора Часа Блин Волна Гораздо Сильнее Чем Была Мотает Ну хорошо Дождя Нет Целый Час Кормили Чаек Прям Ели С рук Кстати Прям С рук Брали Да что Скоротали Часок А пилить Еще Столько Жа Времени Половина Седьмого Сейчас Скоро Будет Темно Вот Скоро Наступят Наши Места Уже Калужта Так что Теперь Уже По прибытии Наверное Будем Заканчивать Видео По нашему Сегодняшнему Путешествию Вообще Прикольно Вышло Не считая Смартфона Утопленного В районе Гурзуфа Идем Два часа Тор Наверное Балл 4 Суденушка Наша Мотает Блин Как Маркетанскую Лодку Ветер Блин Против ветра Идем Еще полтора часа И мы дома Детей Спать уложили Там Закрыто В салоне Там Нормально Закрыто А мы Саня Наверху Блин А там Колбасит Ну правда Ветер Не очень Холодный Такой Вот сейчас На лодке По такому Морю Ветер Теперь Облака Смотрите Какие Просто Мистические Люди Просто Фотографируют Они Картины Рисуют Но Я не знаю Если Не пророчен То Просто Фотографические Ну что ж Друзья Заканчиваем Наше Сегодняшнее Видео Нашей Сегодняшней Морской Поездки Такой Времени Десятый Час Вечера Представляете Шли Сколько Мы с Ялты Больше Четырех Часов При такой Волне И ветре Блин Устали Как Вообще Торбачки Сидят Рыбу Ловят Торбачки Так что Ну да Экскурсия Лично Для меня Конечно Прошла Не очень Видите Утопил Смартфон Ну это Дело Поправимое Конечно Но Тем не менее Я сейчас Без интернета Без Этого В общем Ну а в общем Побыли В Гурзуфе Я первый раз там был Посмотрел Все вы сами видели Правда Недолго Ну Как было Вот Говорю вам Отсюда Судака Сегодня 19 сентября Спасибо Кто досмотрел Это до конца Желаю вам Всего Самого Наилучшего Хорошего Всех благ До свидания Пока Продолжение следует...